Привет, друзья! Я Григорий Герман. Действительно ли Россия может угрожать западному миру? Конечно же, вместе со своими коллегами по диктаторскому лагерю. И насколько эти угрозы серьезны? А с другой стороны, что Запад может противопоставить? Чем ответить на эти угрозы? И чем Западу в этом может помочь Украина? Причем очень серьезно помочь. Ну и наконец, действительно ли у россиян есть надежды? Или это ФСБшная игра? Обо всем этом в разговоре с политологом Тарасом Загородним. Оставайтесь, будет интересно. Да, Веча, я наткнулся на одном из украинских сайтов, на достаточно любопытную статью, которая называется «Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России по кумпам?» И некоторые моменты из этой статьи я хотел бы обсудить с человеком, который эту статью знает наизусть. То есть с вами. А с автором этой статьи. Начнем, наверное, с цитаты, что Россия готова воевать очень долго, в том числе против НАТО, чтобы решить свои задачи. И вот тут у меня вопрос следующий. Россия готова или и Путин готов воевать до бесконечности? Ну, я начал бы с Путина все-таки, потому что это его война. Воевать против НАТО тут есть интересант не только Россия и Китай, потому что Китаю интересно показать неспособность Соединенных Штатов Америки поддерживать своих союзников, поскольку США стараются построить такой же аналогичный блок в Азии. Аукус. Там вот такое вот есть, по сути, объединение стран там Япония, Корея, Филиппины, Австралия и другие союзники. Да, ну вот Аукус, чтобы наши зрители понимали, Аукус это Австралия, ЮК, Великобритания и Соединенные Штаты. Да, вот этот вот блок. И Корея, Корея тоже. То есть, все союзники, то есть, они пытаются выстроить новую сеть альянсов, но уже в Азии против Китая. И Япония, конечно же, в том числе находится, поскольку, ну, они исходят из того, давайте сделаем то, что работает. Ну, НАТО, как бы там не говорили про него разные сомнения, но есть факт, есть работающий военно-политический союз, на территории которого, начиная с 49-го года, на территории членов НАТО, войн не происходило. То есть, он доказал свою эффективность. Вот, и поэтому я считаю, что очень высока вероятность того, что все-таки Россия попытается атаковать НАТО. Только это будет не через три, не через пять лет, как говорят вот там некоторые немецкие издания. Я уверен, что они готовы это делать и сейчас, поскольку и армия у них, прошедшая войну, и не в сравнении с тем, что есть то, что было даже на начало вот вторжения. И есть слабые места в блоке НАТО. Это две страны, как минимум, это Эстония и Латвия. С Литвой немного сложнее. Там все-таки Польша, которая активно перевооружается. Она точно будет вступаться за Литву. Это сейчас уже понятно. И понятно, что россияне все-таки... Ну и плюс поддержка Китая. Вот гласная, негласная, они в это готовы инвестировать деньги. Понятно, если возвращаться кто заинтересован. Конечно же, Путин. Но смотрите, что дальше происходит. Когда в стране запускается ВПК, когда в стране появляются олигархи, которые тоже зарабатывают на войне, на военных подрядах и так далее, появляется инфраструктура поддержки войны. Потому что им это интересно. Поскольку и деньги есть, понятно, чем... Если непонятное будущее на Западе, то понятное вот тут. Будем воевать, а там дальше посмотрим, что получится. Поэтому высока вероятность именно такого сценария, который, конечно же, может решить, как ни странно, только Украина в данном случае. Это перенести войну на территорию Российской Федерации. В принципе, сейчас это уже частично происходит. То есть очевидно, что слабым звеном Российской Федерации, как военной машины, так и их экономики, является нефтегазовая отрасль. Поскольку единственными портами тогда остается это... Ну, Каспийское море, это на Иран. А, кстати, еще вопрос. Если будет у Украины дальнобойное оружение собственного производства, то может и, да, страха не достать, если сильно постараться. Остается Дальний Восток. Но Дальний Восток проблема в чем? Неразвитая инфраструктура. То есть попробуй довези туда, попробуй там разгрузи и так далее. И поэтому вот смерть Кащея находится тут в данном случае. И стратегическая задача Украины это за этот год выбить как можно больше нефти, вот этих вот мощностей, поскольку они их не смогут восстановить. Ну вот уже там пришли сообщения о том, что в Московской области завод Лукойла, я читал, вот в Коммерсанте, сократил производство нефтепродуктов. Только без... Это еще дроны не прилетали. Потому что оборудование изнашивается, нету какого-то элемента, все, качество падает. Вот. И это означает, вот куда должна бить Украина, потому что и в интересах Украины, и в интересах всего мира в том числе, для того, чтобы остановить эту машину, которая способна на очень многое и на дальнейшее введение боевых действий. У них еще недоиспользован ресурс. Например, тотальной национализации всех активов олигарха, чтобы все работало на войну. Это недоиспользовано. Недоиспользована, как ни странно, карточная система, то есть перераспределение продуктов, ну совсем советско, как в Советском Союзе. Вот. И многое чего другого. Деньги они еще могут печатать достаточно ограниченно. То есть я считаю, что ресурсов именно наведения войны на 3-5 лет у россиян достаточно. Смотрите, мы уже вошли в такой клинч, что все, тут или-или, тут по-другому не получится. Почему? Потому что россияне не только с точки зрения экзистенциональной, что Украина просто опасна существованию Украины, как пример для России, для народов России, в том числе потому, что эта страна освободитель является. Ну и то, что с 45-го года, извините меня, россиян никто не бомбил. А уничтожение инфраструктуры, они никогда об этом не забывают. И они будут всегда считать это источником опасности. И поэтому наша задача, концентрация ресурса, производство собственных вооружений. Это обязательно потому, что Запад не даст нам, скорее всего, оружие для ударов по территории Российской Федерации. Потому что это ядерное государство. Поэтому национальная идея украинцев должно быть. Свой ВПК, свои ракеты, гонка вооружений, которые обгоняет россиян. Все, на этом весь ресурс должен быть кинут только туда. И это позволит Украине сменить то, что называется, game changer. Это поменять правила игры стратегически. Переходить на их нефтегазовую инфраструктуру. Тогда у России возникнут серьезные проблемы. Действительно ли, условно говоря, Путин сейчас готов кинуть даже то, что он сумел накопить, или то, что он может мобилизовать прямо сейчас, в пропасть войны с НАТО? А самое главное, вот тоже хороший вопрос. А генералы, понимая истинный исход войны Росармии на два фронта, здесь Украина, а здесь НАТО, будут ли готовы они выполнить этот приказ? Самоубийственные достаточно? Не, ну они выполняют любой приказ, не следует их недооценивать. А кто сказал, что он хочет полномасштабной войны с НАТО? Достаточно захватить половину Эстонии, половину Латвии, а можно и всю, и сидеть там гибридным способом, как в Крыму было, появляются Вагнера и все остальное. И что? И этого достаточно для того, чтобы подорвать единство НАТО, для того, чтобы показать кризис Соединенных Штатов Америки, создать еще одну точку, которая для Соединенных Штатов Америки. Параллельно Северная Корея нападает на Южную. Китай может давить на Филиппина, это все союзники США. Вот уже, смотрите, сколько точек появляется. Хусиды, Красное море. Вот сейчас стоит вопрос, долбать по Ирану ли в небо, не долбать по Ирану. Дальше. Уверен, что есть резерв производства в Иране в том числе. И достаточно безопасный путь доставки этих вооружений через Каспийское море. Есть резерв еще производства в Корее той же Северной. Я вот, когда там говорят об угрозах Финляндии, ну, считаю, что с Финляндии как бы сложновато будет россиянам, потому что финны помнят еще 1939-1945 год. Да и театр боевых действий там лесной, там очень сложный. Да, там очень сложный театр боевых действий. Плюс Финляндии точно поможет Швеция, это однозначно. У которой тоже, мягко говоря, не слабый ВПК. Да, и все, что это... Норвегия поможет. Вот, там как бы есть, ну, опять же, Скандинавия, там знакомая ландшафт. А вот, к сожалению, Эстония и Латвия, это пока под вопросом. Там и географический разрыв очень большой. И а сколько это Эстонии там? Ну, например, а вот захватить город Нарву, который вообще на границе находится. Ну, предположим, в Эстонию, например, сейчас начнут бомбить шахеды. Ну, элементарно, да? Либо Рой и Ланцетов начнут залетать. Они на сколько? На 30 километров летят, и все. Ну, вот и попробуй. И что? Вот совершенно все по-другому уже будет. Ну, то есть, наступление будет неполномасштабным, как было в Украину, да? Когда там, типа, танковые... Да, и по имени больше не надо. А им вот захватить Сталин, например, и Латвию сидеть и смотреть, а что будет дальше. Или даже вот реально, да, абсолютно гениальная штука, да, это Нарва. Вот Нарва, приграничный город, русскоязычное население, Нарвская народная республика, а что вы нам делаете? Да, да, да. А потом угроза, вот эта же концепция, это же тоже не новая концепция, они в нулевые это разрабатывали, что только вы начинаете нам угрожать, мы угрожаем ядерной войне. Они же открыто уже говорят, давайте переносить удары, например, на Польшу, да, ударят по Познани, например, где-то или по другому городу. А дальше они хотят же подвести Запад вот к тому, к ситуации, к 1938 году. А какая 1938 год, какая была ситуация? Например, Франция и Британия давали гарантии неприкосновенности Польше, да? Да. А как, ну, вот шатали Францию изнутри, там же вышла знаменитая статья, готовы ли мы умирать за Данцией. Готовы ли вы умирать за Эстонию, например? Готовы ли вы умирать за Латвию? А когда ответа не будет, это все, это все рушится, все вот это пятая статья Устава НАТО, рушится вся концепция безопасности. И это то, что нужно России тире Китаю. Показать, что США, ну, не способны уже ни на что, либо они уже надорвались, например, что они не способны оперировать во многих точках. Потому что по концепции, которая заложена была еще Рузвельтом, США, ну, могут вести одновременно две полноценные войны, ну, за границей. Ну, да. А если их этих точек будет несколько, вот, например, опять же, Северная Корея против Южной Кореи, а США с ними договор, там контингент находится и так далее. Дальше Тайвань, ну, Тайвань, я думаю, в последнюю очередь все-таки будет. Япония тоже союзник США. Ну, Япония сама по себе сейчас наращивает мощь, а не до этого как бы там не так все у них просто было. Там оно-то называется силы самообороны, но там такие силы самообороны, что некоторые силы нападения могут позавидовать, да. И тем более, что Япония, например, официально заявила, что она будет защищать Тайвань. А это вот как раз вот этот клубок, клубок, оно от этих вот точек и завязывает. Тем более, что не будем забывать, что фактически, ну, по демографическому, экономическому потенциалу Россия-Китай-Иран плюс Северная Корея, ну, это вполне себе такой полноценный блок, который может посоревноваться США. А это уже и свободным миром, а это уже признаки мировой войны. Все, что вы сказали, абсолютно может быть, абсолютно четко, но кроме одного вопроса, который может возникнуть. А готовы ли россияне идти сейчас на карточную систему и так далее и тому подобное? У нас есть два примера той кампании, которая сейчас проходит в России. Очереди подписания за Надеждина и отсутствие очередей за подписание за Путина. Да, благодаря лишний раз выказать ему свою лояльность? Нет. Выйти в Москве подписать за антивоенного кандидата, как он себя озвучивает? Да. О чем это говорит? Ни о чем. Ни о чем. Это чекистские разводки. Это выявить, это поднять явку, показать, что Путин такой великий демократ, что в стране демократия. Получить легитимность. А дальше вы в нюансы. А о чем говорит Надеждин? Вы слышали конкретно? Да, конечно. А он о чем говорит? Реперендум на захваченных территориях. Вот, вот, захватили. Все дела и все вот это вот, да. Захватили. Мы никуда ничего не отдаем. Перевариваем. Это ж хитроватое вот это. Ну, мы подождем, тут перевариваем, там отдохнем, перестроимся. И так далее. Нам нужна передышка для того, чтобы кинуться с новыми силами. Это абсолютно соответствует мейнстриму россиян. Да, там за прекращение войны сколько там? 30 либо 40 процентов. Это правда. 30-40 процентов четко. И еще там, по-моему, то ли 20, то ли 30 процентов. Типа, если Путин прекратит войну, то мы поддержим. Но там нюанс. А задают вопрос, а при каких условиях? А готовы ли вы оставить оккупированные территории? И мы сразу выходим на абсолютно другие цифры. Это 10-15 процентов. Поэтому готовы ли россияне? А Путин, они же очень четко отслеживают социологию. Они увидели, что россияне, в принципе, готовы 300 тысяч в год, ну, безболезненно отдать. Ну, вот они в таком темпе и готовы. А сколько, например, опять же, возвращаясь к вопросу НАТО, сколько людей нужно, чтобы захватить Эстонию либо Нарву. С дронами, новыми тактиками. Хорошо. А дальше мы переходим, мы дальше переходим, как действовали коммунисты. Как писал товарищ Ленин, товарищ Ленин же был практиком революции. Он же сказал, если мы расстреляем наших противников, мы не решим задачу революции, потому что мы подавим только активное сопротивление. А наша задача подавить и пассивное сопротивление. Соответственно, переводим людей на карточки хлебные, и ты должен проявлять лояльность, которая должна быть. Это классика тоталитаризма. В данном случае мы говорим о том, что побеждает, кто может мобилизовать максимальный ресурс, в нужное время, в нужное время, быстро. И на гору оружия, которое производит Россия, Китай, Иран, Запад должен уже сейчас ответить тремя горами оружия, которые и решимостью, вот решимостью, вот убили трех американцев в Иордании. Вопрос, бомбардировать будете снова делать вид, что существует отдельная Хасбалла, отдельные Хуситы, отдельный Хамас, а не есть Иран, которого, в принципе, у Пентагона давно чешутся руки, не было повода, в принципе, как и у Израиля. И поэтому в данном случае очень много вопросов, которые как раз показывают, что ситуация, вот проблема в том, что добро со злом уже перемешалось. Вот это все неоднозначно, это какое-то вот это левачество, которое подрывает Запад изнутри, о том, что мы кому-то еще должны, когда, извините, президент, но это не Гарварда, а Гарварда, заявила, когда ей спросили, призывы убивать евреев, это плохо или хорошо, когда она говорит в зависимости от контекста, да, 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 но это, это, это элита, вы представляете, элита, встеляет надежды только то, что ее погнали после этого, практически, не из-за этого, не из-за этого, да, не из-за этого, но погнали. Но тот вопрос, это же все равно не решило проблему, вот это, вот это левачество, оно, к сожалению, есть, и нежелание, вот это, что такая-то вина, там, вот это подколониальная, там, да, вот типа мы там кого-то там, они там это так действуют, как вот, как это, как вот Хамас, как говорят, ну они же там страдали, там, Израиль их так там набил, говоришь, ну как набил, слушайте, и работу давали, и вот эта вот больница известная, которая, под которым они внизу сделали штаб свой, да, это же Израиль построил, туда израильские врачи приезжали, лечили, электричество давали, ушли оттуда в 2005 году, создавали рабочие места, и так далее, и это считается страданием, страдание чего, и они оправдывают, что да, они имели право прийти, убить этих младенцев, несчастных, изнасиловать женщин, отрубить головы, и так далее, вот, и проблема в том, что вот эти леваки не понимают, что вот эти ж люди, они ж как бы с ней, для них вы одинаковые, вас тоже будут убивать, насиловать, это как бы для них норма, потому что вы никто. Вы упомянули до этого, если вернуться к России, чтобы эта ФСБшная схемка с надеждой на мир, и с подписанием за надежду, ФСБ не может просчитаться в своем расчете, потому что, ну, по сути дела, антивоенная адженда получает хоть какой-то, но тем не менее, ресурс информационный, в виде плаката, в виде выступлений, в виде поддержки одного кандидата. Слушайте, ну, товарищ Сталин давно уже сформулировал этот тезис. Главное, не кто как голосует, а кто как считает. А кто как считать будет. Как проверят, посмотрят, если будет опасность, его просто снимут, его не будет на этом, на участке. Там же все просто. Они полностью контролируют ситуацию в середине страны, не следует их недооценивать. Недооценивать. Они постоянно все знают, все контролируют. Вот в этом они точно, спецы не следует их недооценивать. Они для поднятия явки привлекают людей. Ну, приди там, ну, вот я же там пошел, что-то сделал там, написал, вроде попротестовал. И все, у тебя выпущен пар, ты не идешь уже, не делая то, что не нужно. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, не будет там, как у Тихановской. Вот, там все-таки, да, Лукашенко думал, но все-таки Лукашенко человек попроще. И белорусы все-таки немного другие люди, да, вот, и близость границ западных тоже влияет на все это. Они взяли и проголосовали. И Лукашенко вот не знал, что делать, потому что так оно и есть. Но Россия, это же другое государство. Лукашенко просто надоел, скорее всего, сколько лет уже можно, да. А Россия, там царь, царь, он должен, его нужно слушать, контроль ФСБ, промывка мозгов, вот, в таком же формате, которые были, вот, эти 20 лет. Вот, и все. Ну, слушайте, если Путин сумел сделать, вот, этот социальный эксперимент, когда матери отказываются от своих сыновей, и чуть ли не продают их, как мясо, ну, это эксперимент на уровне, извините, атомизации российского общества, вот, чисто по чекистским сценариям, которые они системно прокачивали, и так далее. Причем прокачивали, начали уже со Второй Чеченской войны. Помните еще Первая Чеченская война? Там еще бегали какие-то мамы, забирали детей. Да, и все такое. Все, Вторую Чеченскую войну, этого уже не было. Всех прижали, все зачистили, и сделали все так, как нужно. С Аббасом Галямовым много раз обсуждали, и он утверждает, он верит, давайте так, он верит в то, что Путину нужна все-таки чистая победа. Не просто нарисованные цифры, а действительно большое количество россиян, которые придут на избирательные участки, и честно за него проголосуют. В связи с этим он выстраивает свою кампанию так, чтобы понравиться вот этому основному количеству россиян. Что он может сделать такого, чтобы понравиться? Наступление, успех или экономика? Ну, смотрите, я тут полностью согласен, потому что Путину, это в демократическом мире, 51% это достаточно для победы, чтобы ты был легитимным бизнесом. Путину этого недостаточно. 80%. Им нужно минимум 80% искренней поддержки. Смотрите, путинская власть, она учла, учла уроки Советского Союза. Ну, и выдохлась идеология. Оно уже никому не было интересно, этот бубнеж и так далее. Власть советская была скучная. Они это учли, поэтому у них идеология значительно интереснее, ну, с точки зрения профессионального, да. Медийные инструменты, телевидение оно интересное, допуски там по поводу развлечений и всего остального. Это уже на советском телевидении не было, да. Там всякие Киркоровы и все остальное. Это же как обслуга, которая позволяет поддерживать, быть режиму нескучным. И поэтому и Путин, вот часто тоже меня спрашивают, а может ли Путин не проводить выбором? Нет, не может, потому что для него важна тоже легитимность. И он понимает, что такое легитимность. Ну, не просто, а искренняя легитимность. Вот правильно тут вопрос. То есть нужны, а чтобы они пришли, искренне бросили вот этот бюллетень и сказали, что это истинный их выбор. Потому что это легитимность власти Путина. Он это четко все понимает, и в этом я полностью согласен. Вот. И поэтому появляется Надеждин, который создает ощущение того, что может быть что-то будет, да, может быть какие-то изменения, чтобы привлечь. Ну, смотрите, там всегда какие-то персонажи такие присутствуют. Собчак, вот яркий пример, которая была на прошлых выборах в качестве спойлера. Вот какая-то бодрая, веселая. Ну, вот у нее же такая же функция была. Вот теперь функция у Надежды, но с другой повесткой дня, с надеждой, с надеждой, что может быть там прислушается, что-то будет по-другому. А нифига. Это для поднятия явки, для того, чтобы на Западе тоже не сказали, что не было без альтернативных выборов. Теперь Путин будет говорить тем полезным идиотам, которые готовы еще общаться с Россией. Да, они будут это ретрослировать. Ну, смотрите, ну там же он был Надежды, он же против войны был, его не убили. А контекст того, что он-то хочет зафиксировать территории и их не отдавать, они это будут упускать. Они будут вот упускать. Ну, как инструментарий для Путина очень-очень хорошо. Вот в чем россиян и профессионалы, особенно вот ГБшние, они все-таки очень сильно разбираются в информационных спецоперациях. Они умеют их делать. То есть они фактически взяли идеологию Ирана, которая заключается в следующем. Ну, мы не можем США соревноваться в технике со всем остальным, но мы зато духовные. Мы являемся вот духовным чуть ли не оплотом Запада. И тут очень интересная деталь. Смотрите, как Россия очень грамотно играет. Вот спрашивают, а зачем они запрещали ЛГБТ, у них все открыто и все остальное. Вот это все это. А это посыл консервативным силам Запада. Вот, например, многие вот республиканцы в США симпатизируют Путину, потому что они тоже против всей этой ЛГБТ-повестки. И поэтому они считают, что Путин, ну вот, такой настоящий сильный лидер, который выступает за традиционные консервативные ценности, которые им понятны в том числе. Но я вам сказал, смерть Кащея – это нефтянка. Вот тут им никто не поможет. Ни их духовность, ни что-то другое. Разрушенная НПЗ России в европейской части. Это предвестник хорошей гражданской войны в России за ресурсы. Это проблемы в экономике, однозначно. Это проблема с обеспечением топлива и обеспечением главного – нефтегазовых доходов. Это реальные санкции. Раздолбать порты Новороссийской и Балтики, ну, в идеале, можно, в принципе, и Новороссийской граничиться, если ресурсов не хватает. Но это удар огромнейший, потому что Краснодарский край – это третий кластер по активности в России. Вы откройте карту, посмотрите, сколько там нефтеперерабатывающих заводов. Это зерно. И там же еще вопрос. Чем порт Новороссийска отличается от Балтийского? Вы знаете? Нет, не знаю. Балтика иногда замерзает. А, ну вот хотел сказать, что он не замерзающий, да, да, да. Да, а это очень важный момент. А у России-то нету портов, которые с такой хорошей логистикой, которые не замерзают. Ну, Черное море очень редко, я помню, Азовское замерзало, но Черное море совсем, когда в экстремальные температуры, я вот не помню, чтобы, ну, как-то так раз... Ну, я в южной части вообще не помню, чтобы оно хоть когда-нибудь замерзало. В нашей северной части, в районе Одессы, да. Иногда. Да, иногда, но так вот там нет. И поэтому, а это зерно, это товарооборот, это нефть, поэтому, а это с очень хорошей логистикой. С Балтики, если везти нефть, например, на Индию, это смотрите, как огибать надо. На Индию, ты так просто не завезешь, да. А вот с Новороссийска, ну что, там вышел Средиземное море, повернул Суэцкий канал, и уже в Индии, да. И там Китай, и все остальное. Поэтому вот для нас принципиальный вопрос, это достать порты Новороссийска, и смотрите, как ювелирно было сработано. Вот на Балтике. Учли даже экологические требования. Попали же не в резервуар, чтобы, знаете, там все горело, все кричали, экологи, как так можно, это же маленькое море, мы тут шведы, и это. Попали в технологическую установку, которая сложная до восстановления. Вроде бы все чисто, но ничего не работает, да. Так и в ТОПСы, кстати, тоже очень хорошо попали. Конечно. Попали в установку, а дальше там вопрос, либо в крекинговую установку, если попадает, то все, завод останавливается, попробуй, попробуй его восстановить. Вот это вот смерть Кащеева тут, вот это задача Украины на 24-й год, сделать, вот это, максимально нанести ущерб, военный, экономический. Потому что, ну какая война, когда у тебя дизеля нет для танков, да. Ты не можешь воспроизвести тот же керосин, там, из химических присадок западных, да, для самолетов и всего остального. Не можешь провести пассивную, а пассивная, это уже цены растут. А это ты уже, как бы, вот тут вот уже россиян, это уже видят, там, цены выросли, вот продуктов питания уже могут быть, начинаются затыки на, в логистике, потому что, если они переносят грузопоток, например, на Владивосток, это все, логистика. А дальше, это мы видим воспроизводство 17-го года в России, в каком формате. Но если вы изучали внимательно историю, вот, российская революция, российской империи, там же, почему там начались голодные бунты, в Петербурге тогда, в первую очередь. Не из-за того, что хлеба не было в России, а из-за неразвитой логистической системы, все было занято, как раз, вот, военными грузами, которые на фронт надо было тащить, у них было мало железных дорог, и они просто не могли привезти достаточное количество хлеба, ну, в Петербург, который, вот, находился, там, черта на куличках, да, вот, и это вот и логистическое нарушение, логистических путей, нарушение многое чего, вот, кстати, очень интересный момент, когда у них начало пропадать курицина, вы заметили, там появляется сообщение курицы, а что все стало, как говорят русские, а Белгородская область, а Белгородская область, это от 10 до 15 процентов производства курицы России, там огромные комплексы стоят, вот, свинина тоже производится, вот нарушаются логистические пути, нарушается подача, там, кормов импортных, либо нету бензина и так далее, и все, а что такое логистика для такой огромной страны, как Россия, это все, это все, ты не можешь ничего обеспечить, поэтому это ключевой вопрос, который стоит перед Украиной, и на котором решение этих задач Украина должна сконцентрироваться в этом году. Спасибо, и как великий украинский поэт сказал, «Лупаймось у скалу, нехай ни жар, ни холод, не спынят нас». Перевод для русских я дам отдельно титром. Договорились. Спасибо. 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 Спасибо.